Дорогая публика, здравствуйте! Я беседую с Русланом Олеговичем Васиным. Он врач-нейрохирург, детский нейрохирург. И сегодня он решил поговорить про физику в медицине. Правильно называть биофизикой или медицинской физикой? Она в биофизике отличается, да? Наверное, какой-то из разделов. Слушаем тогда вас внимательно. Здравствуйте всем! Может быть, получится еще поговорить об этом и других. Хотел поговорить вот на такую тему. Это эффект Доплера. Вот в медицине достаточно известная история. И немножко вспомнить вообще историю этого открытия. Удивительная история. Во-первых, давность какая, да? Это 840 год? 44-й и 45-й год. Это не так долго. Да, но вовремя это все открыли. Ну, в общем, интересно. Да, ведь Кристиан Доплер, он открыл, ну, по крайней мере, пришел к этому выводу. Ну, речь идет о волнах, которые там излучает, допустим, движущий объект или отражает, да? То, что мы видим и слышим частенько, да, находясь на улице или там при проезде там сигнале еще поезда с большой скоростью, мы слышим как звук. Ну, на самом деле, с поездом мы не чувствуем изменения частоты, мы чувствуем только изменение громкости. И у нас из-за изменения громкости смещается вот наша полоса пропускания там, да, вот так вот на ухо эффект Доплера мы не слышим, честно говоря, не слышим. Не так все просто, Борис Сергеевич. И вот он, кстати, он же первые выводы сделал, исходя, ну, рассуждая о волнах тех самых гравитационных, да, то, что называется, если камень бросить в воду. А, ну да, это правильно называется гравитационные волны. Гравитационного поля. Мы же все учимся у вас потихонечку, Борис Сергеевич. Мы учимся у вас. Я понял, да. Да, то есть вот рассуждая об этом, пришел к выводу, что если, скажем, лодочка там движется, то впереди, ну, это видно, заметно, да, впереди частота этих волн, она увеличивается, сзади становится реже, да. Вот он, я так понимаю, что уже тогда было понятно, что все волны, да, в том числе и свет, это тоже волна. И он пришел к выводу и сделал, опубликовал достаточно такую эпохальную статью о изменении света двойных звезд. Насколько помню, это 844, что ли, год был. Вот, а в 845 году, нет, сначала в 844 году происходило событие, именно вот то самое, которое, тот самый знаменитый поезд для Доплера. Это, сейчас я вам скажу, у меня замечательная книжечка есть. Значит, железная дорога Утрихт-Маарсен, значит, это первый эксперимент поставили в октябре 1849 года. Ставил его этот эксперимент Кристофер Бейтс-Баллот, физик, профессор, впервые создавший метеорологическую сеть в Европе, в общеевропейскую сеть, метеорологи его почитают. Вот он проверял эффект Доплера, причем вот именно основываясь на звуке. Для этого запускали поезд по тем меркам скоростной, с открытой платформой, и там сидела группа музыкантов, которая играла на трупах. Вот, а со стороны слушали там три или четыре контрольных группы людей с абсолютным слухом, которым не объяснишь, что это от звука, от нарастания звука. Нет, они очень четко считали. Но первый раз там не удалось, было холодно. Все замерзли, в общем, ничего у них не получилось. А последующий год уже летом, при хороших условиях погоды, было тепло 20 градусов, давление 750 миллиметров сутного столба, вот удалось. И вот эффект был подтвержден. Ну, к слову сказать, что критика была, да, известное дело, что есть такие сведения, что, может быть, не было известно, ну, во всяком случае, Доплер предполагал, что все звезды светят примерно одинаковым белым цветом. Ну, спектры звезды были на тот момент уже, нет? Ну, вот пишут, что, может быть, он не был с этим очень подробно знаком. Да, может быть. Вот, критиковали, но, тем не менее, собственно говоря, все это было признано, и последствия вот этого... Ну, вот смотрите, вот то, что меня, допустим, удивило, по крайней мере, потрясло. Это, да, человек рассуждает о камне, брошенном в воду, да, и делает обобщение такие колоссальные, да, о, там, изменении света двойных звезд. 844 год. Вот, меня удивляло, допустим, насколько уже были открыты двойные звезды, как легко было их распознать в то время при той оптике, да? Оптика-то была достаточно... Да, но распознавать, да, действительно. Вот как действительно они распознавали двойные звезды, они были, бывают, такие двойные затменные звезды, когда одна звезда проходит по диску другой звезды, да, вот это вот бывает видно, там меняется яркость. Вот это интерпретировали как двойные звезды. По-моему, одна из первых таких звезд Алголь была такая вот. Вот просто вот даже любой человек, который посмотрит даже в современный телескоп, там, ну, приличный там, приличный диаметр. Они вот именно по этому поводу считали их двойными. А дальше, значит, раз они движутся вокруг друг друга, если они как раз двойные, затменные, то есть они в плоскости вращения, их плоскости их орбиты, она, значит, находится вот вдоль луча зрения нашего. Все, будем, значит, ловить изменение скорости, изменение частоты, когда свет в нашу сторону движется, когда свет движется. Ну, вот говорят, если я не ошибаюсь, что спектроскопия была открыта чуть позже. Буквально вот. Да, и спектроскопия подтвердила. Ну, могу ошибаться, но, по-моему, так. Вот, тем не менее, вот это потрясающее, да, вот эволюция этого, этой идеи до современности, да. Мы уже разговариваем о расширении Вселенной, о большом взрыве, плюс сколько практических там применений, всяких всевозможных видов радары, ну, и в том числе медицине. Мы применение доплерографии в ультразвуковых аппаратах – это, в общем, колоссальный плюс. Это для врача – это очень такой, очень полезный инструмент. Больше всего им пользуются сосудистые хирурги, кардиологи. То есть, вот если изначально там еще, скажем, там, в 70-е годах это была, так называемая, просто доплерография, ну, примерно наводят датчик там в сторону сосуда, его точно позиционируют, определяют только по характеру кровотока, что вот это тот интересующий сосуд, да, то впоследствии уже современные сканеры, так называемые дуплексные сканирования, то есть можно увидеть и направление кровотока, то есть он там расцвечивает, скажем, если кровь движется в сторону датчика, то он расцвечивает красным, если в сторону датчика – синим. Вот, причем интенсивность кровотока, он там, можно сразу так нагласно определить, что здесь вот достаточно интенсивный, здесь не очень кровоток, ну и плюс все это еще просчитывается, все эти кривые там характерны для артериальной крови, там, для артерии, там, для вен своей, ну и уже не говоря об исследовании сердца. Полезная вещь, скажем, диагностика пороков сердца. Не только можно посмотреть анатомически, но и посмотреть, куда еще движется кровотка. Есть там какой-нибудь дефект, какой-нибудь перегородки, там, межпредсердный, межжелудочковый, его можно увидеть, а иногда и не очень можно увидеть его там. Это все подвижные объекты, да. А вот расцвечивают доплером, и можно посмотреть, да, вот завихрение идет, сброс там, через этот дефект, там, из левого сердца, там, в правое сердце, заброс происходит, да. Вот и кардиологи это все умеют, и это очень здорово дополняет, там, в том числе и малоинвазильную хирургию, когда там можно установить при помощи вот эндохирургии малоинвазильный окклюдер установить, закрытый дефект. Это очень полезная вещь, по крайней мере для кардиологов, это вообще невероятная полезная вещь. Вот, я вам картиночку одну покажу. Сейчас, подождите-ка. Вам предоставлено право демонстрации картинок. Сейчас я попробую. Сейчас, секундочку. Сокращу. Поделиться. Вот это. Такая картиночка. Видно вам хорошо, да? Да, хорошо видно. Да, это во время операции сделано. Вот это окружность в центре. Это поперечник спинного мозга. Вот это по контуру его можно видеть сосуды. Там, которые расцвечены и красным, и синим, то есть направление кровотопа туда и сюда. Вот он пульсирует. Красный – это, наверное, туда, а синий – это сюда, да? Да. Это такое частое заблуждение, особенно у людей, которые с этим не связаны. Вот, красный – это артерия, а синий – это вен. Да ничего подобного. Туда или сюда. Потом так расцвечивается. Определить какая-то артерия или вены можно по характеру кровотока. То есть можно навести туда точку там, и он там прорисует тебе характер кровотока. Вот. Вот такая картиночка. Это делали операцию. А, и он… Вот тут скорость. Скорость от минус 3 до минус 3. Особо нас не интересовало. На самом деле это в большей степени посмотреть вообще характер кровотока. Дело в том, что вот то, что внутри, вот этого, ну, понятно, это поперечный срез спинного мозга на шейном уровне. Вот уже убраны все дужки позвонков сзади там. Вот. А вот то, что в середине всего это почти занимает весь просвет спинного мозга, это опухоль. Вот она не очень богато кровоснабжается. Тут вот единичные там в середине можно увидеть. Вот. Это так, чтобы понять, насколько она там богато васкулиризирована и насколько она доступна там удалению. Вот. То есть вот такие вещи, скажем, для хирурга, для нейрохирурга, прикладные, очень, очень бывает полезные. Облегчают жизнь. Мало того, можно сместиться там, скажем, выше и ниже вдоль того же, вот в данном случае мы смотрели вдоль спинного мозга, определить границы. границы опухоли, где мы можем там поработать. Вот. Так что это бывает иногда полезно. Вот. Ну, можно, наверное, убрать. Да. Так вот. Очень полезная история. Убрать его, да? Я думаю, что достаточно уже. Так, слушаю вас, продолжайте, пожалуйста. Да. Так вот, очень полезная история, которая стала нам доступна благодаря Кристиану Доплеру. И вот в связи с этим мне еще хотелось задать вам пару вопросов. Значит, я такая замечательная книжка, давно я уже купил, еще в седьмом году, такая, называется, «Сентиментальная история науки». Здесь целая масса историй о всяких там замечательных людях, историях там, их открытий. И вот, в частности, по поводу, вот я уже задал вопрос, насколько вот легко было установить, что там звезда двойная, вот при том уровне оптики, да. И вот оппонент Кристофер Беллот, он известен тем, что он открыл сеть метеостанций. Вот тут меня в книге, допустим, удивил, удивил один такой пассаж, для меня он не очень понятен, но, может, вы разъясните с точки зрения физики, я думаю, для вас не составит труда. Вот смотрите, что они пишут. Любой уважающий себя моряк наконец знает закон Бейса Балта, согласно которому стоящий лицом к ветру почувствует понижение давления воздуха слева и повышение справа. Вот для этого объяснения нужно учитывать вращение земли. То есть, если вы стоите лицом, тут, наверное, какой-то не очень перевод хороший, да? Так точно человек чувствует давление воздуха? Ну, тут так написано. Я так понимаю, что речь просто... Ну, я понял, это эффект кориолиса. Да, да, совершенно верно. То есть, вот... Ну, это в северном полушарии, так, в южном наоборот, естественно. То есть, если вы лицом стоите к ветру в северном полушарии, то слева, да, будет повышение... Так, вот стоите, вы стоите, смотрите на ветер в северном полушарии, ветер дует, а вы стоите, сейчас скажем, так, и получается, да, слева будет повышенное давление, да? Нет, он говорит, что понижение давления воздуха слева и повышение справа. Так, ну-ка, ну-ка, интересно, если вы стоите лицом к ветру, ветер обдувается. Ветер обдувается, и что же? И он понижение давления. А, все правильно, да, да, правильно. Слева будет понижение, справа повышение. Да, 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 он правый. Это связано с... Я не знал, что это так ощущается. Нет, я думаю, что... Я прочитал, мне кажется, я в жизни не почувствую понижение или повышение, давление там. Но вот мне кажется, что это просто какой-то перевод не очень хороший. Нет, ну, по-моему, давит оно давление на щеку, наверное. А, в этом имеется в виду. Мне кажется, если вы стоите лицом к ветру, то на лицо давит. Ну, а щеки как? Ну, на щеки-то так и будет. С одной стороны понижено, с другой повышено. Тем более, скорость большая. Если у реки, ведь у течения скорость меньше, чем у ветра, а берега-то она подмывает. Ну, да. Ну, вот. Так, и что же дальше? Да, нет, просто мне вот этот вопрос заинтересовал. Я, кажется, все время читал, думаю, мне непонятно. Вот, но теперь вы это немножко прояснили. То есть, это ощущение давления, да? Скориолис. Он так и называется? Я не знал, что человек такое вот это замечает, да? Но в южном полушарии, соответственно, по-другому. Слушайте, это и звучит прямо закрыть. Наши зрители из южного полушария могут проверить. Да, у них наоборот. И из северного тоже. У них должно быть наоборот. Да. И закон называется Бейса Баллота. Вот так. Здорово. Что касается еще, вот я вам сказал, основные области, в которой наиболее эффективное использование подобных методов. Плюс еще акушерство. Там можно исследовать кровоток пуповины плода, можно исследовать сердце плода. Это важно для профилактики для профилактики тяжелых пороков, ну и вообще оценить состояние плода в каких-то там угрожающих ситуациях. Это все работает прямо феноменально. Что касается, допустим, нашей специальности нейрохирургии, там и вообще исследования мозга, то, скажем, вот это тоже достаточно активно используется. Но видите, я вам картинки показывал, и раньше, сейчас, и с нашей точки зрения мы больше смотрим там, ну, как анатомические ориентиры. но с другой стороны, там, допустим, при исследовании мозга новорожденных, особенно в тяжелом состоянии, которые испытали там тяжелую гипоксию во время родов, там бывает тоже несколько таких феноменов, которые могут указывать на то, что, несмотря на то, что общая анатомическая структура мозга вполне себе сохранна, но вот характер кровотока может указывать на то, что есть действительно тяжелые повреждения. Но многие, это было уже, скажем, многие исследователи отмечали, что исследование, так называемые дуплексное сканирование, оно в общем чересчур обнадежило врачей, и таких результатов, которые ожидали, не получили. И допустим, мы тоже прекрасно видим иногда какой-нибудь пострадавший в результате тяжелейшей гипоксии младенца, мозг, который превратился, грубо говоря, а так бывает прямо как сыр, в результате развития ишемии, лейкомаляции, мозг расплавился, он превратился в буквально такой изъеденный сыр. А допустим, о характере кровотока, совершенно нормальный, по магистральным сосудам. То есть всех подробностей мы не видим. И вот это окно, когда там что-то можно заметить, оно достаточно короткое. Именно процесс, когда происходят острые процессы, там у новорожденных мы видим, можно увидеть некоторые особенности, которые нам позволяют заподозрить какие-то проблемы. Проходит время, и мы уже вот это окно возможности уходят. Но тем не менее, невероятные подспорья. Мало того, скажем, да, очень полезная история, скажем, вообще ультразвуковая диагностика как навигация. Я уже в прошлый раз вам рассказывал, как мы там позволяли нам навестись на какой-нибудь абсцесс, там можно провести малоинвазивное вмешательство. Вот, а скажем, там братья наши анестезиологи там активно используют этот звук для катеризации магистральных артерий. Это очень полезная вещь в плане точности, потому что в эпоху до вот такого, до широкого применения в ЗИФ это делалось слепое, а как правило магистральные сосуды там, где артерия, там и вена проходит, можно попасть случайно в артерию, а хотелось бы в вену, а там где-то если еще это подключить никакой артерии, там рядышком проходит купол плевры, там можно проткнуть легкое, и такие вещи бывают, но когда ты используешь все это под контролем, риски такие меньше, результативность выше, вот поэтому а там всегда можно посмотреть, смотришь там какой-то просвет сосуда, давайте подсветим при помощи Доплера, там смотрят направление кровотока, да, это артерия, посмотрели характер, точно не спутаешь, там дает уверенность врачу, очень полезная вещь, так что Кристиан Доплер, наше все, не только физика двойных звезд, но и медицина, так что двойные звезды нашей крови. Ну, двойные звезды дали изучение двойных звезд, оказалось полезно для медицины, да, да, это неожиданно, вот так вот, зачем ерундой всякой заниматься, ну, вот, занялась ерундой, а теперь, значит, измеряют кровоток, ну, какое диагностическое, да, как это Доплеровское измерение, там, поток, где там мозги, там, других органов. Ну, в основном, они, да, по сути дела, улавливают отражение от эритроцитов, которые несутся там по кровотоку, соответственно, те, которые движутся на тебя, отраженный сигнал имеет более высокую частоту, компьютер это тут еще добавлю от себя, тут свойства кварца, этот кварцевый генератор, что там дают, значит, опорную частоту, которая там где-то делится, что-то делители, вот, это вся электроника, если бы не эти генераторы, то, конечно, вот эту скорость в 3 сантиметра, там, различие, да, там, у нас на картинке было предела, там, плюс-минус 3 сантиметра в разную сторону, он, конечно, бы не ощущал, это 3 сантиметра, понимаете, 3 сантиметра на уровне там, скорость звука, я не знаю, в жидкости ведь больше, чем в воздухе, там около километра, я думаю, то есть 3 сантиметра это на фоне, если это километр, это 100 тысяч сантиметров, одну сто тысячную фиксируют у вас, видите, какая точность измерения, нет, очень фантастичная, там еще есть энергетический доплер, так называемый, тканевой, он вообще-то рассвечивает достаточно, там можно капиллярный кровоток, видите, он уже достаточно медленно там, а вот скажите, вот еще все-таки меня вот этот вопрос не оставляет, вот, ну, понятно, да, волна распространяется в среде, ну, в воде или в воздухе, некая среда. Сейчас вы будете говорить про электромагнитные волны? Да, а вот электромагнитные волны, вот почему же все-таки там этот эффект? Дело в том, что электромагнитная волна, это оказалось такое вот волновое решение у уравнения Максвелла, а уравнения Максвелла, там никакие среды для распространения, они вроде как не требуются, есть у вас поле электрическое, например, да, понятие поле ввел в свое время Майкл Фарабей, вот оно поле электрическое, магнитное, он стал изображать силовые линии, а сейчас иногда это недопонимают, иногда понимают, как эти силовые линии, как что-то там вытекает откуда-то, куда-то втекает, ничего там не утекает, не втекает, просто показывает направление, в котором действует сила, так сказать, на пробный заряд, там, например, всего-навсего, ничего этого нет, ну, просто вот действует и все, дальнодействие такое, да, и иногда путают еще, ну, в силу того, что специалисты физического образования у большей части публики нет, знают, что есть такие переносчики взаимодействия, там вот электромагнитное взаимодействие переносится фотонами, гамма-квантами, да, ну и думают, что вот это вот все поле, что же там фотонами заполнено, нет, никаких фотонов тут нет. Фотоны это виртуальные фотоны, которые нужны для составления соответствующих интегралов, которые можно посчитать и определить вероятность того или иного электромагнитного явления, ну скажем, рассеяние двух протонов друг на друге под действием взаимодействия, и там поправочки еще будут, что они еще не только взаимодействуют с электромагнитом, но еще и сильно взаимодействуют, обмениваются, то ли глюонами, то ли пемизонами, ну как хочешь, так и напиши. То есть это все в голову не берите. Это попытки описать мир. Вот какой мир есть, такой он и есть. А мы все пытаемся описывать этот мир еще и в наших бытовых реалиях. Это не нужно делать. Зачем? Это не помогает. Это утыкает просто. Ну как мы не понимаем? Ради бога не понимайте. Природа не заинтересована в том, чтобы вы ее понимали. Природа просто хочет, чтобы вы считали правильно, чтобы правильно предсказывали события, правильно их использовали. Но правда в этом не природа заинтересована, это природа ваших интересов. Слушайте, ну вообще да, вот это в природе человека объяснять более доступно. Пытаться объяснить. Ну вообще в природе человеческой пытаться объяснить какие-то сложные вещи. Ну это попытка запутать на самом деле, потому что это обман на ровном месте. Все эти попытки объяснить там какими-то там понимаешь эфирами еще чем-то. Это просто на ровном месте попытка вот не знаю чего запутать себе. Ну то есть отказаться от того факта, что мир не познаваем. Нет, он познаваем. Это же повторение того, что делал Ленин. Простите меня. Помните его работу материализм и империю критицизм. Ведь у него там главный был пункт такой, что современная физика все фуфло, все нормально, все хорошо, физика современно ошибается. Вот такой был основной тезис. Он потом тезис и дальше продвигался. Причем продвигался на очень нехорошей базе. На базе, скажем, работа, ну того же Ленина и еще этого Фридерха Энгельса. А там у него такие перлы. Что такое жизнь? Форма существования белковых тел. Что такое наследственность? Это свойство живой материи. Все, где сказать все, это вершина объяснения. Не надо никаких там геномов, не надо никаких там, понимаешь, носителей наследства информации. Ничего нет. Это просто написано же там вот в священном писании. Это свойство живой материи. Все, свойства. Вот, ну, короче говоря, это все было так вот. А теперь тоже попытка объяснить все такими наглядными очевидными вещами. Ленину, все у Ленина восставало против вот этой вот новой физики. То, что материя исчезает, как бы, да, вот там вот, ну, он был против вот этого как-то. Пытался все найти, чего-то там. Ну, у него были там нормальные перлы, тем типа там, что практика, критерий истины, что, что, значит, процесс познания бесконечен. Ну, это, правда, он принял еще у Гегеля, он же гегельянец, как и все материалисты были, как и тогдашние. Все-все марксисты, они же гегельянцы. Вот. Ну, это вот от него, что процесс познавания и познания идет, но он бесконечен. Мир познаваем, но познан никогда не будет. Ну, вот это вот и все в этом смысл. Ну, то же самое, он сам себе противоречил, чтобы все просто, все просто, ребята, не думайте ничего, это все так вот устроено там. Ну, не надо это по себе придумывать. Все непросто. Ну, вот так мир устроен, ну, что поделаешь, что тут сделаешь? Он там по-другому устроен. В наших понятиях бытовых он не объясняется. Ну, да. Ну, кто знает, видите, через 100 лет, какой-нибудь больше уже, через 100, почти ли 100. Вот он, такая идея про брошенный камушек, вот тебя, пожалуйста, к чему привела. Да, ну, так это хорошо. Это наука. Ну, кстати, я прошу вас, я прокомментирую про поезд, можно? Да, да, да. Эта тема еще раскрывалась, скажем, в 60-х годах, ну, в таких популярных изданиях для знающих физику людей, что, значит, что вот это вот движение поезда там, когда гудок, дескать, да, изменение тона, это кажущаяся изменение. Почему? Потому что, когда поезд к вам приближается, то не только там меняется частота как-то незначительно, но и меняется уровень звука. Понятно, да? А дальше следующая вещь. У нас есть ухо, у него есть, значит, чувствительность к разным частотам, так? И она разная к разным частотам чувствительности. Скажем, вот, ну, у людей разные уши, соответственно, разные диапазоны мы рассматриваем. Ну, скажем, вот, пищание слышим мы лучше. Правильно? Писк лучше слышим. А вот это вот высокие ноты слабее слышим. Так, и вот, когда он к нам приближается, звук усиливается, 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 и что там кажется, что происходит у нас с частотой? И да, и нам кажется, что частота на самом деле становится ниже, наверное. Потому что те волны, которые у нас высоко, ну, низкочастотные, значит, они, соответственно, до нас доходят с большей амплитудой. Ну, короче говоря, вот с этой вот неравноверной чувствительностью, а у нас ведь не гармонические все эти осцилляторы, да? Вы понимаете, о чем я говорю, да? Это молоток, наковаленка, вот сложная структура. Даже если это была бы механическая модель какая-то, как в теории машиномеханизмов, она бы то не давала бы гармонических колебаний. А тут тем более она не дает гармонических колебаний. Поэтому у нее вот чувствительность к разным уровням частот разная. И вот это с этим связано то, что при нарастании частоты мы просто начинаем по-другому немножко его слышать, воспринимать. А он нарастает, когда поезд приближается к нам. Уровень звука нарастает, и мы по-разному воспринимаем частоту. Но это кажущиеся, опять же. Может быть, все это рассуждение этих самых нечистоплотных оппонентов, крестьян? Нет, ну, оппоненты оппонентами. Но вот сейчас-то мы можем просто померить эти частоты. И они достаточно не сильно сдвигаются. Ну, сколько вот так в ту пору была скорость поезда? Давайте честно. 70 километров в час. Вот тут начался поезд невероятный. 70 километров в час. 70 километров в час. Так, вот это значит, сколько метров в секунду-то у нас? Значит, 3,6 километра – это метр в секунду. А 70 километров в час – это, допустим, 20 метров в секунду. Хорошо? Вот это 20 метров в секунду. 20 метров в секунду на уровне скорости 340, да? 340 метров в секунду – это 1,17, правильно? Угу. Так, значит, что там с эффектом Доплера? Частота-то у нас там что-то сдвинется на 1,17. Сколько частота воспринимаемых звуков-то? Ну, сейчас не скажу. Ну, сейчас посмотрим. Они говорили, что 1,8 тона искали сдвиг. А что такое тон? Ну, слушайте, это музыкальные истории. Полутоновые. Частоты должны быть тоже измеряться. Не, ну, какие частоты у этих людей с абсолютным слухом? Ну, люди не знали. Есть нота Ля какая-нибудь, Ли Си. И еще на 1,8 тона выше. Скажу вам, как кардиолог-кардиограф. Музыкант физику, понимаете? По-моему, шла речь о 1,8 тона. Так, скорость была 64 километра в час. У меня тут книжки более оптимистичное значение. Семь с написали. 64. 40 миль в час там написано. Диссонанс, диск, хотя они наблюдали. Угу. А вот давайте послушаем звук сигнала проезжающей машины. Слышно было? Нет. Значит, мой этот самый микрофон не пропускает свои собственные звуки. Ну, понятно. Ну, по крайней мере, то, что каким-то образом тон меняется, мы ощущаем. Ну, ладно. Давайте тогда запишем, что... Ну, я... Обычный человек не услышит. Может быть, там его тонкие музыканты и слышали, но мы... 14 человек с абсолютным слухом. Ну, сейчас есть просто прибор, который может вам зафиксировать этот звук и прописать его синусоиду. Вы увидите, частота какая там соответствует, несоответствует. Ну, ладно. Факт тот, что вот наука преодолевает все трудности... Как это? Учись, мой сын, наука сокращает все опыты быстротекущей жизни. Это у Пушкина так. Борис Годунов своему сыну говорит. Или, как говорят, где-то я читал, кто же сказал-то? Посев научный зайдет в зажатого народный. Да, кто-нибудь сказал. На Ломоносова, похоже. Или на Неперасова. Да, помню, где-то висел в школе такой лозунг у нас. Лозунг-то, конечно. Так, ну, что хотите добавить еще? Да, я думаю, что добавить к этому нечего. Единственное, что, мне кажется, можно будет говорить... В общем, вся современная медицина, вся диагностика, это частые лечения – это физика. Это физика в разных ее аспектах. И поэтому, когда действительно говорят, зачем мне эта физика, зачем мне эта химия, я не собираюсь этим заниматься. Никто не знает, чем мы будем заниматься. Да, да, да. Это вот недавно дискутировал я на тему искусственного интеллекта. А он теперь, искусственный интеллект, вообще стал такой мудрый, что не просто вот дает нам справки, как чего там, а он за нас решает задачу и формулирует ответ. То есть, какой вопрос у нас стоял, что делать, да? А он нам говорит, делай вот это. Вот. И в конце концов ситуация доходит до того, что человеку уже ничего не надо понимать, он просто должен тупо выполнять, что ему сказали. Ну, вот, например, таксисты уже некоторые тупо выполняют, хотя он им велит ехать там кружным путем. Это совсем ему не нужно. Но те, кто поопытнее, говорят, это они, чтобы мы больше тратили бензина. Так это делают, чтобы... Кто-то ведь бензин продает, вот они чуть-чуть... Ну, в два раза дольше проедут. Вот так вот. По Коломне, например, там так четко совершенно показывают дорогу. Раза полтора-два длиннее, чем можно проехать. Ну, с удовольствием, я часто езжу в южном направлении, там по М4, там в пробку попадаешь, а он там тебя перед этим направлял. Говорит, можешь съехать там объехать. То есть частенько рекомендуют полезные вещи. Нет, ну, там, может быть, и так, да, эти вещи рекомендуются. Кстати, вот, обратите внимание на изображение. Наши камеры у нас разные, цветовая, так сказать, ориентация у наших камер. Я выгляжу, как такая классическая советская колбаса, слишком сильно насыщенная, так сказать, нитратами. А вы, как колбаса из этого вкусвила, такая правильная, без нитратов, вот такая вот. Бледно-зеленая, да? Да, вкусвиловская колбаса. Я, как такая вот обычная советская, любительская. Любительская вещь колбаса. Да, отличная колбаса. Эх, где та колбаса? Сейчас же не укупишь такое. Сейчас все больше докторскую делают. Хотя бывает и любительская. Ну, они сейчас очень странно все. Все меняется. Продукты, конечно, далеки от... Не, ну, на разный кошелек, на разный вкус есть продукты. Что добавим еще к вышесказанному? При этом добавить уже больше нечего. Поговорили хорошо мы эту тему и даже немножко посчитали, да? Может, не до конца? Чуть-чуть, поломали голову, да, чуть-чуть поломали. Хочу добавить, что поддерживаете Бориса Сергеевича, шлите ему деньги. Ну, хватало на колбасу из вкусвела, а не на старую дешевую категории В. Если, оказывается, у колбасы три категории А, В и В. О, как! Ну, В, честно говоря, в рот не втянешь. Ну, В еще туда-сюда, а В в рот не втянешь. То есть там непонятно, с чего ее делают. Это, собственно говоря, уже понятно, наверное, с чего делаете. А с чего они делают. Из невыложенной скотины. Вот из нее. Там и которая не будет есть, так сказать, ее кошки не едят. Не такая она получилась. Ну, ладно, спасибо вам большое. Публике деньги будут. Всего доброго. Пока.